Значит, Биг Лизбовский, спасибо большое за 25, давай сейчас глянем, что там такое, на запись сразу. Поспрашиваем, ты только папе напомни. Ты только папе напомни, чтобы он ко мне пришел. Очко-то у тебя уже сверкает, Сашенька, я хорошо налезал, и тебе, и отцу твоему, и еще належу. Ты главное скажи, чтобы он это все понял и пришел ко мне. Я ему вылежу очко так, что сиять будет, срать не будет год после этого. Я так все там залежу, что пусть только приходит, пожалуйста. Ну, с одной стороны, смешно, что можно вырезать, как Сокол это говорит, а с другой стороны, кстати, неплохо, Сокол-то подъебал Димона, блин, с этим вылезанием очка, потому что тут, при всем моем неуважении к Соколу, но, ну, блядь, есть доля правды в этом во всем, нет разве? Два пятьдесят семь двадцать пять, значит, в видосе Сокол смотрит, как сын, блядь, поливает помойкой, сука, колхозник, блядь, пензенский, пермский, прошу прощения, просто, блядь, бивис, блядь, ёбаный, доебаться до Димона за его говор и, блядь, говорить, поливает помойкой. Как можно поливать помойкой, мудак, ты сраный, сука, помойка, блядь, это место для... Как можно местом поливать, сука, ты ёбаный по голове, просто, вот, блядь, как я... Выбешивает меня эта хуйня. Он поливать может грязью, обливать можно, не знаю, там, поливать матом даже, наверное, нормально как-то используется. Ну, как можно, блядь, поливать помойкой, сука, ёбаный по голове, где, в каком колхозе он услышал это уебанское высказывание, принял его и, блядь, пиздит, что он аристократ, блядь, я вот прям в ахуе от Сокола в некоторые моменты.